Дискорд Магазин 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 И следующим образом, берем вот эту пушечку, как видите, стреляет она на свои дистанции очень и очень хорошо. Самое главное, что РАМ-7 достаточно подвижная пушка, и вы ею можете стоять как на 40 метров, так и на 20 метров, там где обычно люди сейчас используют ППшки, но РАМ-7 достаточно быстрая пушка, и вы можете себе позволить ее использовать. Следующим комплектом у нас будет, конечно же, второй мета-имбо-комплект. По большому счету, это две лучшие ППшки и две лучшие АРки. Итак, первый это, конечно же, СОА-Диверсант, сейчас сборочка на него выглядит так. Спидфайр, длинный ствол Дозер-99, рукоять Брюн, 50 патронов и безлинзовый прицел ЖАК. Можно, конечно, убрать безлинзовый прицел ЖАК и поставить приклад на стабильность прицеливания при стрельбе. Тогда у вас, как бы, будет меньше визуальная отдача, но если вы не умеете стрелять без прицела, ну, лучше, конечно, поставить прицельчик. И вторая пушка, это РАМ-9, лучшая ППшка по ТТК, но у нее есть проблемки. У нее визуальная отдача достаточно противная, и если вам неприятностью стрелять, лучше играйте с HRM-9. Сборка через глушитель Shadow Strike, упор DR-6, 50 патронов, обмотка рукояти Спешка и Motion Tag. Таким образом, они стреляют вот так. Заходим и смотрим. Можете заметить, что кидает его достаточно сильно, и визуальная отдача, она в катке будет меньше. Здесь есть баг с визуальной отдачей на стрельбище, поэтому здесь она значительно хуже, однако в игре она будет слабее. И поэтому, как бы, у вас могут быть проблемы. Я вообще рекомендую собирать тот же самый РАМ-9 в сборку тактическую стойку. Мне он нравится так больше. Ну и, конечно, СОА-Диверсант. У диверсанта есть небольшие проблемки касаемо отдачи. То есть, если мы сейчас посмотрим на отдачу. Вот я стреляю вверх. Вот вы можете увидеть, что отдача начиналась как бы вот здесь, и она идет влево-вверх. Соответственно, когда вы начинаете ее контролировать, вам нужно контролировать ее вправо-вниз. Тогда у вас не будет больших проблем с тем, чтобы уничтожать цели. Патронов много, урон тоже большой. Идем дальше. Снайперский комплект, ребята. И вторая, точнее, третья ППшка, которая по популярности сейчас вы ее в основном используете с земли. Потому что урон по конечностям у нее не самый крутой. Там чуть-чуть в районе 675 мс, в то время как РАМ-9 убивает за 585, а HRM-9 за 610. И, конечно же, снайперка. Единственная снайперка, которая ваншотит на любых дистанциях. При этом она играбельна. Сборка глушитель XL, длинный ствол ZAM34, Razer Hawk, скоростные патроны и прицел SPX. Кстати говоря, по-моему, не скоростные патроны надо ставить, а тяжелые. 983, 942. Нет, нет, все-таки скоростные. Скоростные сейчас дают больше всего. И сборочка, конечно, на АМР-9. Заходим, смотрим. Компенсирующий пламя-гаситель ZACHMAN 35, ствол Monarch, безлинзовый прицел, буферная трубка и 50 патронов. Если тяжело стрелять, можете поменять вот эту буферную трубку, например, на приклад DEMO. Либо поменять на приклад DAV-15, что тоже весьма-весьма неплохо. Заходим и показываю, как это все стреляет. У снайперки особо ничего показывать не выйдет, потому что, ну, просто целится долго. Пулька летит максимально быстро, насколько возможно. Рекомендую как бы задерживать дыхание. Все-таки раскачка сейчас на снайперках достаточно жесткая. Ну и АМР-9. АМР-9 стреляет приятно. И стреляет она достаточно хорошо на дистанцию метров до 20. Под снайп-саппорт весьма-весьма неплохая пушка. 50 патронов хватит всем. И что у нас? Четвертый комплект, ребята. Вторая снайперка, которая может ваншотить, но не на всех дистанциях. И снайп-саппорт под нее. Это уже у нас из разряда возможного оружия. Вы можете взять MCV в конверсии Ворн. И также у нас есть снайперка. Давайте зайдем в снайперку. Снайперку я собираю следующим образом. Распад 60. Рейзер-хок. Тяжелые пули. Прицел Дельта-4. И без приклада. Сделано это для того, чтобы у нас была максимально адекватная дистанция для ваншота. Но при этом у нас скорость прицеливания не была, как у Ката Эмара. Иначе какой смысл? То есть мы можем поставить большой глушитель, который даст нам еще несколько метров эффективной дистанции. Но на игре это практически никак не скажется. Однако скорость прицеливания у нас будет примерно такая же, как у Ката Эмара. Так проще взять Ката Эмара в этом случае. Вот. Дальше у нас идет МСВ. Берем набор Жак Ворон. Он нам даст урон, как вы видите. Даст нам скорострельности. И немножко зарежет на нас эффективную дистанцию, скорость пульта пули и так далее. Ставим 40 патронов. Тяжелый эргономичный рукоять. Интегральный сайленд шот. И рукоять Клоус. Также можно собрать стрельбу в тактической стойке. Как собирать тактическую стойку пушки, вы, в принципе, думаю, понимаете. Они, все модули одинаковые. Заходите и смотрите. Так, ага, вот тяжелый ствол. Дает 45 к разбросу в тактической стойке. Поставили и нормально. Зашли сюда. Треугольная рукоятка. 25% в тактической стойке. Нормально. Заходим сюда. Здесь ничего нет. Соответственно, убираем. Заходим сюда. 17% в тактическую стойку. Отлично. Ставим. Ну и, соответственно, так и играем. Сборка, что в тактической стойке, что в прицельной, она будет относительно неплохая. Единственное, что стрелять по конечностям будет тяжело. Потому что урон в конечности достаточно низкий. Это проблема большинства АЭРок. И это то, что очень сильно их отличает от тех же самых ППшек. У ППшек зачастую урон в конечности не так сильно снижается, как у штурмовых винтовок. Итак, зайдем, посмотрим, как это стреляет. Я тут уже собрал, получается, в тактическую стойку. Можете заметить, что в тактической стойке она отлично стреляет на дистанции даже метров на 20. Разброса практически никакого нет. Кулька летит достаточно быстро для ППшки. И стрелять с нее достаточно приятно. Однако, я говорю, есть проблемка с тем, что если вы стреляете в ноги-руки, убивать она будет дольше, чем та же самая ППшка. Но это у нас все-таки эксперименты. Ну и, конечно же, XRK Stalker. XRK Stalker очень быстро целится. Кулька летит тоже очень быстро. И целиться вы можете на дистанцию метров до 50, до 70. Собственно, расстояние, на котором есть ваншот. Зайдем, кстати, посмотрим, какая скорость полета ПП. Скорость полета ПП почти 1200. Если что, это буквально скорость полета ПП из Modern Warfare 1. То есть, людям, которые раньше играли, такая пушка будет очень-очень приятна. Ну и последний у нас комплектик. Это SW-545 и Lockwood 680. SW-545 не самая хорошая AR-ка. Однако, если ее перевести в тапающий режим, в одиночный, она будет стрелять вот как раз двумя пульками за раз. Тот самый Мегабурст или как он? Или Супербурст, я не помню, как правильно он называется. Та самая отличительная черта Абакана. Сборка через глушитель Speedfire, позиционный ствол STV, тяжелая эргономичная рука, часы от патронов и безлинзовый прицел ЖАК. И Lockwood 680. Вы наверняка замечали, что даже с пола он все еще убивает за два выстрела. Стало не так легко это делать, однако он все еще убивает. Поэтому Chocbor X10, тяжелый длинный ствол, прицел лазер Kimura, без приклада, легкий затвор. Также можете, например, убрать вот это и поставить, например, вот эту рукоять. Тоже будет достаточно неплохо. Самое главное, что вы должны понимать, целиться нужно в тактической стойке. Итак, заходим и показываем, как это выглядит. Это обязательно переводим в тапающий режим и стреляем. Стреляем на любую дистанцию, стреляет он достаточно быстро, главное тапать быстро. Как видите, отдачи практически нет. Ее кидают только из стороны в сторону, как в горизонтальную отдачу. Ну и, соответственно, дробовик. Дробовик нужно целиться вот так, тогда вы сможете убивать. На стрельбище у нас есть баг. Здесь эффективная дистанция дробовика очень странно работает, поэтому здесь нет смысла показывать. Просто, видите, вот такая сборочка. Вы достаточно подвижны. Выстрелили, отошли, выстрелили, отошли, выстрелили, отошли. То есть им нужно играть определенным образом, для того, чтобы было удобно. Также, кстати говоря, вместо дробовика вы все еще можете взять пистолет, который называется у нас, да блин, Хор 45. На него есть конверсия. Заходим в конверсию и смотрим. Соответственно, ставим сюда вот этот пушачок, зеркальный прицел, рука с зернистым покрытием. И в итоге у нас тоже получается достаточно веселая пушка. Она очень хорошо убивает. Ее не нерфили, самое интересное. И она стреляет по два выстрела за одно нажатие. То есть вы нажали, она выстрелила, спустили, она выстрелила. Соответственно, если вы быстро стреляете, быстро нажимаете, то она стреляет с очень большим количеством выстрелов в минуту. И биста у нее тоже очень-очень быстрая. Вот такой, ребята, получился топ комплектов. Прихорительные стримы, стримы каждый день. Всем спасибо, всем пока. Новости по варзоне в телеге есть по ссылочке в описании.